В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте, смотрите сегодня. Не разъехались на повороте. В Калининском районе города ребенок пострадал в ДТП из-за невнимательности взрослых. Устроили на работу и забрали транспорт. Жителю Новосибирской области суд вынес приговор за пьянство за рулем. Асфальт растаял вместе со снегом. Жители Берска пожаловались на разбитые дороги. Новосибирская область. Чтобы ликвидировать последствия столкновения, полицейским пришлось на время перекрыть трассу. Точное обстоятельство ДТП устанавливают следователи. Ну а в Новосибирске тем временем зафиксировали аварию в Калининском районе города. На Тюленина столкнулись две легковушки. Предварительно инициатором был водитель ВАЗа. Он выезжал на главную дорогу и не пропустил поток машин. Пятерка врезалась в черри. 13-летний пассажир иномарки получил травмы. Подростка увезли в больницу на обследование. К другим темам. Накануне в Новосибирской области суд вынес приговор любителю выпить за рулем. Мужчину не отправили за решетку, но лишили транспорта. В конце прошлого года 30-летний автолюбитель катался на машине по сельским дорогам. Правда, перед этим мужчина изрядно выпил. Когда лихач колесил по улочкам Алексеевки, наткнулся на экипаж ДПС. Во время проверки документов инспекторы установили, что ранее водителя уже лишали прав за аналогичное нарушение. Ему назначено наказание в пределах санкции статьи в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью, а именно права управления транспортными средствами на один год и шесть месяцев. Вещественные доказательства, а именно автомобиль, который принадлежал и управлял Егоров, ВАЗ-2121, в соответствии с пунктом, да и частью первой статьи 104 Прим УК РФ, конфискован, то есть изъят и обращен в доход государству. Кстати, водительских удостоверений лишают не только, когда автомобиль попался под шафе инспектором ДПС. В некоторых случаях поводом может стать медицинская справка. К примеру, недавно у жителя города Обь забрали удостоверение из-за диагноза. Врачи установили, что у него алкоголизм. Мужчина не контролирует употребление спиртных напитков, а в состоянии опьянения может сесть за руль, подвергая себя и окружающих опасности. С целью защиты прав неопределенного круга граждан прокурорам города в Обской городской суд направлено исковое заявление с требованием прекратить право на управление транспортными средствами, обязать ГИБДД изъять водительское удостоверение. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Такой случай не единичный. За прошлый год прокуратура предъявила 19 исковых заявлений, а с начала 2024-го их уже 5. Забирают права не только за алкоголизм, но и по другим медицинским показаниям. Полный список есть в постановлении правительства Российской Федерации номер 1604 от 29 декабря 2014 года. Дороги растаяли вместе со снегом. Жители Берска массово жалуются на качество проезжей части. Один местный автомобилист попробовал проехать по разбитому участку рядом с водозабором и снял свое путешествие на видео. Предлагаю посмотреть. Жители Октябрьского района Новосибирска наоборот хотят, чтобы снег поскорее растаял. Потому что коммунальные службы вовремя его не убирают, а проехать по засыпанной дороге невозможно. Лазурная 22. СГКшники ничего не делают. Пройти еще можно, но проехать я не знаю как. Сейчас еще рано утром. Вот такое конкретное болото здесь. Вот типа того. Застряли на трассе. Под Новосибирском сломался пассажирский автобус. Люди не смогли самостоятельно добраться до мегаполиса. На помощь пришел экипаж ДПС. Лейтенант полиции Алексей Обожин и его напарник, младший лейтенант Кирилл Ладышкин, дежурили на трассе Р-256 Чуйский тракт. Патрульные проезжали участок и следили за дорожной обстановкой. В ходе патрулирования инспекторы ДПС заметили стоящий на обочине дороги пассажирский автобус. Сотрудники решили выяснить причину остановки, а также узнать, не нуждаются ли водители или пассажиры в помощи. В ходе беседы с водителем было установлено, что автобус совершал рейс из поселка Сузун в город Новосибирск. В пути следования произошла поломка. Электрооборудование отключило систему отопления. В салоне находились 16 пассажиров и один ребенок. Инспекторы остановили попутный рейсовый автобус, пересадили людей и отправили до Новосибирска. Медицинская помощь никому не потребовалась. И в завершении программы традиционная рубрика «Две беды» – это подборка столкновений, которые записали объективы регистраторов. Будем учиться на чужих ошибках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодня это все дорожные новости. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на наш редакционный WhatsApp. Номер 8-983-510-2005. Подписывайтесь и на наш канал в Телеграме «Экстренный НСК». А в студии работала Ксения Корзун. Берегите себя и помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. До встречи, в эфире ОТС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Базов будем оформлять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА